Добрый день, дорогие друзья! И сегодня я решила записать еще один ролик по очень стрёмной теме, которая может вызвать бурю неодобрения, протестов и так далее, тех людей, споров, которые прошли большие тренинговые системы, американские, японские, австралийские, неважно какие, которые сейчас благополучно на этом имеют хорошие доходы, и их право соглашаться со мной или не соглашаться. Я думаю, что этот материал просто будет полезен тем, кто на данный момент принимает для себя решение, и ему надо определиться, брать какую-то систему тренинговую в разработку или не брать, а если брать, то как. В конце я расскажу даже наверняка, зачем я это всё выдаю в эфир. Сегодня на рынке есть много разных тренинговых систем. Они построены примерно по одному шаблону. То есть первично человек приходит, берёт какой-то базовый продвинутый курс или подготовительный начальный продвинутый курс, или начальный инструментарий курс. У каждого свои названия. И вот обычно первые два курса, максимум три подготовительные, такие базовые курсы, они содержат весь психологический инструментарий. И дальше выстраивается целая надстроечная система, которая учит пользоваться этими инструментами. И так получается, что есть системы, где действительно даётся лишь один инструмент, либо не даётся вообще ничего. То есть просто якорятся какие-то трансы в определённое состояние, как в энергетических практиках. И человек за это платит. И в дальнейшем на более высоких уровнях стоимость обучения кратно возрастает. И более того, очень сильно она возрастает, когда человеку предлагается получить сертификат тренера, ведущего данных семинаров и так далее. Люди к этому относятся абсолютно нормально. И в этом есть логика. В том, что раз ты будешь зарабатывать, значит ты и плати дороже. Но видите ли, как показывает мои наблюдения, многолетняя практика, просто через мои руки прошло уже много систем. И очень часто я для себя не понимала, вот вроде бы инструментарий шикарный, система хорошая, но почему-то внутри к ней идёт отторжение. И я не могла понять долгое время, где происходит вот этот вот надлом, где происходит подмена, подмена такая, которая вызывает бессознательную реакцию, когда хочется от этой системы избавиться, как от чего-то негативного, грязного и так далее. Я даже могу привести конкретное название. Вот у меня были эти ощущения с системой рейки, у меня были эти ощущения с тета-хиллингом, у меня были эти ощущения ещё с рядом систем, когда вдруг возникало внутреннее какое-то противостояние, при этом я видела инструментарий шикарный, система реально рабочая, инструментарий хороший. И я не могла длительное время найти, где же, где же, где же, где же, то, что мешает мне двигаться вперёд, для того, чтобы принять до конца то, что даётся. И в какие-то моменты начала замечать, вот аналогичные системы, они выстроены каким образом? Действительно, они строятся все на любви. Действительно, ты идёшь от уровня к уровню, тебе даётся предложение взять новые знаки, взять новые инструменты, ещё что-то новое взять. И в какой-то момент вот эти состояния любви, ты доходишь, и потом раз, и обвал. Сумма резко увеличивается, и говорят, а теперь просто тебя ставят на деньги. И таким образом состояние любви резко проваливается в состояние деньги, жадность. А жадность и любовь, они по частотам совсем разные. И чувствуются совсем по-разному. И поэтому наше бессознательное, наше тело, оно на внутреннем уровне этой подмене, которая внешне вроде бы не выдаётся за подмену. Ты же внешне получаешь право, да? Хотя кто тебя в этих правах и так ограничивал, да? Ни одной из систем нету запатентованных, реально запатентованных, реально запатентованы пару штук. А всё остальное говорят о патентах и говорят о каких-то привязках. Но этого нету в реальности. Проверьте, пробейте, нету там авторства. Более того, когда работаешь с трансовыми системами, ты понимаешь, они взяты в информационном поле и параллельно берутся несколькими людьми. И кто-то их успевает себе присвоить, а кто-то не успевает. И здесь очень-очень такие моральные вопросы всплывают. И получается, что вот этот момент, когда ты начинаешь видеть начинку системы, ты понимаешь, либо ты следуешь за ней в обвал вниз, и тогда у тебя внутри бессознательное включает определённый стоп по доступам к информационному полю, к информации, да? И говорит, слышишь, ты не прошёл тест на жадность на самом деле, ты не прошёл проверку деньгами. Либо же, если ты проходишь, то адепты данной системы считают, что ты изгой, ты вывалился из системы, ты же не поддерживаешь её. И таким образом и тот, и другой вариант, он как бы дискомфортный. И понимаете, самое интересное, что те люди, которые остались, ладно, ты осознал этот момент, да? Но те люди, которые осознали, не осознали до конца это дело, но у них остался вот этот внутренний дискомфорт, они потом обращаются, проходят годы, они там выпадают из твоего поля зрения, проходят два, три, пять лет, он потом нарисовывается на горизонте и спрашивает, где ты был, чего ты не появлялся на горизонте? А человек говорит, я чувствовал, что меня обманули. Но он это говорит через длительный промежуток времени. Понимаете? И для того, чтобы человек не чувствовал себя обманутым потом, да, я решила выдать, в конце концов, вот этот материал в эфир, потому что сама не так давно до глубины вот этой дошла понимание, как это всё работает. вот, и чтобы у человека был осознанный выбор. На самом деле в том, что человеку предложено право в дальнейшем зарабатывать, стать, например, тем же самым тренером, нет ничего плохого. Нет ничего плохого в том, что автор системы вводит дополнительные ограничения и дополнительные принудительные переаттестации для того, чтобы те, кто пошёл, встал на этот путь и начал зарабатывать на нём, ещё больше платили авторам. На самом деле это тоже есть, имеет место быть, и в этом нет ничего осуждаемого Богом. Вопрос, как вы к этому относитесь. Если у вас внутри есть определённые ограничивающие убеждения к созданию пирамид и к созданию вот таких вот маркетинговых сетей, строящихся на притоке новых адептов, то ваше бессознательное будет выдавать отторжение. И если оно выдаёт отторжение, то у вас есть два варианта. Либо отказаться и не идти дальше, да, и выбрать другую систему, другой путь развития. Либо измениться так, чтобы вашему бессознательному было комфортно. Ведь в конце концов вот эти ограничивающие программы, которые вам говорят и включают вот этот стоп внутри, они находятся в вас. Точно так же они находятся во мне. И есть вариант найти их, проработать, отпустить и принять уже с потрохами любую пирамиду, любую маркетинговую сеть и так далее. И на неё не будет никаких внутренних дискомфортных реакций. В принципе, аналогичная ситуация с теми же техниками, которые относятся к манипулятивным. То есть низкочастотные техники, которые идут на каких-то рефлексах, на инстинктах человеческих, на человеческих реакциях неосознанных, строятся, когда человека можно вынудить купить ненужную ему вещь, продавить его, заставить его, как бы переложив на него ответственность, чтобы параллельно у него возникло чувство вины, если он откажется и так далее. Таких техник сегодня много. И продавцов этих техник много. И понимаете, есть продавцы, которые живут и здравствуют, и с ними ничего не случается. А есть продавцы, которые в очень юном возрасте, вроде бы талантищи, а они уходят в мир иной по каким-то онкологическим заболеваниям, ещё почему-то. Почему? Где была та спусковая точка, когда это заболевание запускалось? Я понимаю, что есть там наследственные предрасположенности и так далее, и так далее. Всё можно объяснить, но есть реперная точка, в которой запустился вот этот психосоматический механизм и убрал этого человека из этой жизни. За счёт чего? За счёт того, что в нём внутри было у самого же либо осуждение, либо отторжение к тому виду деятельности, к тому, что он делает, как он себя проявляет. Возможно, он осуждал себя где-то за обман. Возможно, он понимал, вот когда человек это осознаёт и продолжает делать, вот тогда срабатывает вот этот спусковой механизм. И для того, чтобы оставаться в здравии, и оставаться самим собой, и оставаться, сохранять доступ к информации, которую тебе по мере того, как ты становишься самим собой, по мере того, как меньше становится ограничений в твоей жизни, просто иногда надо разложить открыто и сказать, вот смотрите, вот есть такой вариант, если он вам приемлем, ну давайте так, есть такой вариант. Вы выберите сами, что вам больше нравится на самом деле. Кому-то нравится быть в сети, выстраивать пирамиду, кому-то нравится, чтобы его принуждали, его заставляли, его стимулировали, ему говорили, что не пройдя вот этот курс, ты не можешь взять вот этот курс, а без этого курса ты вообще жить не сможешь, и так далее. Кому-то это нравится, и кто-то это выбирает, и его бессознательно не сопротивляется, потому что оно подписалось вот на этот опыт. А есть люди, у кого есть отторжение к такому виду. Так вот, те люди, у кого есть отторжение, повторяю, есть два варианта. Либо отрабатываем, что отторгает, какая наша программа отторгает это дело, либо отказываемся и не идем дальше. Поэтому, когда вы видите систему, в которой, особенно, особенно обращаю внимание, эти системы строятся, как правило, на любви. Как правило, на любви, потому что это базовое чувство, это потребность человеческая в любви, и очень много людей недолюбленных, и они летят на вот эти системы, как мотыльки на огонек, потому что, хотя бы там, они могут испытывать это чувство. Это чувство комфортного, спокойствия, нужности кому-то, возможности помогать кому-то. И вот все это в комплексе, и все это в состоянии любви, иногда чуть выше, еще и в радости. И вот когда люди прилетают, на этот огонек, они-то летят с открытыми душами, вот, и когда они прилетели на этот огонек, надо просто понимать, что будет какая-то ступень, на которой все, инструментарий закончится, а дальше вы либо меняетесь сами и становитесь потенциальным адептам, тем адептам, который начнет привлекать сюда же таких же мотыльков, ему за это будут начисляться бонусы, баллы, он будет играть в зарабатывание денег, он будет там получать дополнительные сертификаты, права и тренерства, и так далее, либо он вот взял, сказал спасибо, работает с этим инструментарием сам и уходит. И ничего плохого не в том варианте, не в том варианте нету. Просто это честно и открыто, когда вы можете сказать, да, вот этот инструментарий хорош, и эта система хороша, без осуждения системы, потому что абсолютно во всех системах есть зерно, и это зерно, оно реально рабочее, да, и имеет смысл взять вот эту рабочую часть, ну, остальную, если она вам нужна, и вы готовы свалиться с любви вниз, вы сваливаетесь и идете тем путем, чтобы вам было комфортно, чтобы ваше бессознательное не откликнулось на это включением каких-то деструктивных программ, деструктивного событийного ряда для вас. Либо же вы берете другую систему, опять-таки берете базу, берете зерно, вот, и идете дальше. На самом деле, вот, я как организатор мечтаю встретить систему, где не произойдет обвала. Сегодня я таких не знаю, но возможно они есть, потому что на сегодняшний день обвала не происходит только когда ты работаешь с очень осознанными людьми, которые могут не просто поднять в любовь и работать в этих состояниях, которые не обваливаются в уровень просто конфликта со своим бессознательным из-за резкого снижения частот до уровня живота. Вот, вот как-то так. Возможно, возможно, вы знаете такие системы, да, и можете поделиться со мной. Тогда я жду ваших сообщений на info.sobaka.pup.by Я продолжаю искать интересные, качественные системы, которые дают инструментарий в области психотехник, в области работы с бессознательным, с психикой, в области развития способностей человека, в том числе тех, которые мы относим к сверхспособностям по социальному шаблону. С вами была я, Наталья Зайцева. Благодарю за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok